Делири 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 – 2Д шутер в жанре хоррор, который долгое время находился в раннем доступе, однако относительно недавно наконец полноценно вышел. Пусть вас не отпугивает тематика MLP. Несмотря на то, что главные герои в Делириум – это лошади, это нисколько не повлияет на ваш опыт. Если только вы не один из тех, кто любит эту занятную комбинацию чего-то милого и кровавого. Пони плюс Гура, а также атмосфера тех самых стареньких игр изготовленных в 2010-х, наверное. Наша главная героиня – кобылка по имени Ада, и она протежея некого Авеля, который пригласил Аду и ее друзей в свою большую усадьбу на окраине города, чтобы отпраздновать Новый год. Она идет туда с не самой большой охотой, и мы, в принципе, можем заметить, что она немного с характером. Но это не важно, ведь чуть позже между Авелем и Адой состоится разговор, во время которого первый дает Аде артефакт – Элдрич Куб, который способен открыть туннель в другую реальность. Ави рассказывает о том, как некоторым ученым удавалось пройти через такие туннели. Одна группа вернулась оттуда через год, пробовав там всего час. Другой же ученый оказался в нескольких десятках километров от дома за час до того, как пройти в туннель. Это, если что, не оговорка, а потом через неделю повесился. Власти даже запретили подобные эксперименты. Несмотря на очевидную опасность этих туннелей, Авель хочет посмотреть на них своими глазами. Он трясет своими стальными яйцами и приглашает Аду посетить их вместе. На что-то соглашается, и они договариваются отправиться туда при помощи Куба на следующий день, чтобы вписать свои имена в историю науки. Но, очевидно, все идет не так. Ни с того ни с сего Куб активируется сам по себе, или открывается, прямо во время празднования и засасывает вообще всех. Аду, Авеля и троих ее друзей, коих она находит на месте мертвыми. С этого и начинается игра. Ада остается одна. Усадьба преображается, ее теперь не узнать, а вокруг бродят опасные, мерзкие на вид твари, которые, лишь завидев героиню, хотят ее разорвать на части. Игра умело погружает тебя в этот мир, а если сказать точнее, то вообще с ноги. Еее, милое празднование Нового года, всех поздравляю, давайте... Вам все мертвы! Мне нравится то, как страх и панику главной героини мы буквально ощущаем на себе. Симфония страшных звуков и криков, трясущийся курсор, тяжелое дыхание ады, учащенное сердцебиение, психоделика на экране, отчего непонятно, что происходит. Ох! Кто-то бы посчитал это за минус, однако лично я была рада оказаться на месте ады, которую увидела вместо своих друзей разодранные трупы. Прям проникаешься как-то. Так, странная формулировка, только сейчас заметила. Не то, чтобы я хочу увидеть на месте своих друзей разодранные трупы, но... Геймплей тут простой. Проходи уровни, ищи ключи от дверей, пытайся не умереть и ищи секретки. Вот и все. Между началом и концом нет никакого сюжета, лишь маленькие вставочки, поэтому по большей части вы будете находиться наедине сами с собой. Оттого, кстати, тревожнее. С атмосферой у Делириума, к счастью, все хорошо. Вы правда верите в то, что находитесь в иной реальности, которая переполнена угрозами в виде агрессивно настроенных к тебе монстров, а чувство одиночества вас не будет покидать до самого конца. Я бы не назвала Делириум прям страшным хоррором, он скорее жуткий и кровавый. Но так или иначе, это определенно довольно увлекательная поделка, хоть сходу и не совсем понятная. Тут даже есть достижение, которое вы получаете, если потеряетесь на первом уровне. А вы, вероятно, действительно потеряетесь. Очень забавно. Вот умор. Да, я потерялась. Да, я признаюсь. Я потерялась. Я потерялась на первом уровне. Однако, если бы Делириум из себя представлял только это, я бы этот ролик, скорее всего, не делала. Кое-что меня все-таки привлекло. А именно, скажу уж прямо, наличие кармы и важность стилистики вашего прохождения. Понимаете ли, оказавшись в ситуации, в которой все твое окружение теперь напоминает собой ад, а за тобой гонятся монстры, первое, что тебе захочется сделать, это закономерно найти хоть какое-то оружие, дабы защитить себя. Вроде бы ничего необычного. Однако, во время привычного процесса нарезки монстров вы можете обратить внимание на то, что Ата, несмотря на угрозу с их стороны, не очень хочет этой нарезкой заниматься. Ей жаль, она извиняется и чувствует себя вынужденно использовать такие меры. А еще она неумолимо лишается рассудка с каждым убийством. Вам необходимо за соответствующей шкалой следить и либо постараться свою тягу к насилию попридержать, либо питаться травой, разбросанной по уровню, которая хоть и успокаивает, но в свою очередь уже пополняет другую опасную шкалу. Шкалу интоксикации. А не уследите за рассудком. Что ж, попадете в персональный ад, откуда придется забираться, иначе гейм овер. Что? Не нравится, что вас ограничивают в насилии и пытаются этим психологически напугать? Что? Чувствуете, что на вас давят? Что? Думаете, разрапам показалось, что обычной школой хп недостаточно и все нужно усложнить? Блин. Ну, могу сказать, что вы сами решаете, как поступить. Либо вы можете прислушаться к нежеланию адырубить монстров, либо же наплевать на это и войти во вкус. Нет, я вас не виню. Процесс очень приятный, даже методичный, тем более, что местный пиксель-арт, несмотря на простоту, довольно красивый и убийство выглядит сочно. Да и кто будет сдерживаться против похожих на зомбарей и тварей в хоррор-шутере? А еще в какой-то момент вам дают возможность после уничтожения телесной оболочки какого-нибудь монстра взаимодействовать с его душой непосредственно. И либо вы ее можете спасти и улучшить свою карму, либо уничтожите ее. Вас вообще никто не останавливает. Однако, в какой-то момент жалость, ощущение вины заменяет неистовое желание превратить в кровавое месело все, что находится перед тобой. Все это сопровождается жутким смехом главной героини, хотя еще ранее она не хотела никого трогать. От такого резкого изменения в поведении персонажа даже мурашки идут по коже. Представляю вам режим маньяка, в который вы входите, если убьете за короткое количество времени слишком много монстров. Экран покрыт черной слизью и теперь наоборот. Чтобы поддерживать шкалу рассудка в норме, вам необходимо совершать убийство. А за то, что вы допустили Аде стереть грань между ужасом и безумием и превысить самозащиту, вы будете расплачиваться позже. Поднимается, наверное, уже всем знакомая тема. А конкретно в игре она звучит следующим образом. Можно ли назвать маньяком того, кто убивает только потому, что видит других монстров? Эту фразу мы слышим от Авеля в конце игры, которая играет роль судьи, оценивающего ваше прохождение. Я прошла через ад. Так говорит Ада. Она имела дело с монстрами, а ее друзья превратились в таких же страшных созданий. Она кричит и ругается, однако это тут же парируется раскрытием от Авеля, ведь... Вот так поворот, она и не имела дело с монстрами, а с несчастными душами, жертвами этого места, которым не знакомо ничего, кроме страданий, поглощенные тьмой и навечно заточенные в этом адском месте из мяса и металла. Это как дикие, загнанные в угол звери, которые боялись Аду, отчего и нападали на нее. А она их погубила, тем самым показав свою равнодушие или даже ненужную жестокость. Так, кто же в этой игре настоящий монстр? Авель, который встречает Аду с разочарованием и будто бы закрывает глаза на то, что она пережила по его вине, который осуждает, будто бы имея на это право. Или ее друзья, которые после всего случившегося не воспринимают Аду всерьез и даже не верят ей, думают, что это вздор. Что же это за друзья такие? А может, сама Ада? Жестокий маньяк, который видит во всех, кроме себя, самого монстра? Таким образом, игра в образе Авелях хватает вас за жопу. Потому что, оказывается, привычная нарезка мавлов, как в любой другой игре такого жанра, здесь далеко не выход. А то и вовсе противопоказано. Delirium просто взял и нарушил какое-то неписанное правило. От того испытываешь особые эмоции от игры, которая хоть и немножко со скрипом, но продвигает любопытную идею Аки Андертейл, но с понями и кровью. Да, знаю, совершенно разные игры, но в этом они все же похожи. Боюсь, будет грешно не упомянуть. А еще мне на ум пришел Ов, в котором хоть выбора тебе такого не дают, но он таким же образом хватает за жопу в конце. Замечательное чувство. А вот если вы будете стараться не убивать или же сделаете так, что число спасенных душ будет превышать количество убитых, короче говоря, пройдете игру на пацифиста, то Авель будет выражаться иначе. Он признает свою вину, однако в первую очередь он скажет, ты прошла через ад. Вы могли заметить, что я только что упомянула, мол, игра скрипит. Почему? Ну, потому что система убей или не убивай в рамках Delirium не совсем работает. Да, знаю, я только что нахваливала, нахваливала и вдруг потянулась за ложкой дегтя, но послушайте. Вот даже сравним с тем же Андертейлом, это поможет донести мою мысль. В подсказке главный герой или героиня, как вам угодно, имел дело с жителями горы Гленн, монстрами, которых в результате войны загнали туда люди. Но сама суть была в том, что эти самые монстры не являлись монстрами в человеческом понимании этого слова. У нас была возможность наладить с каждым из них контакт, подружиться, установить какую-то связь, показать, что мы не представляем из себя никакой угрозы, и это все в конце окупалось. Мы понимали, что по сути монстры ничем не отличаются от людей и не заслуживают трудностей, через которые они вынуждены проходить. Нам давали четкий выбор. Это или же ненужное насилие, которое укорачивает игру раза в два. Это быстро, эффективно, но приводит к плохой концовке. Прошу заметить, оно укорачивает игру. Геймплеи в пацифисте и геноциде крайне отличаются между собой, и для игрока это два совершенно разных опыта, потому что решение убить или пощадить имеет огромное значение. В делириуме, увы, души слишком агрессивны, и с ними нельзя наладить никакого контакта. Сначала вы, скорее всего, даже не поймете, с чего это Авель вас так осуждает и что он от вас хочет, а убеждение в том, что души-то, оказывается, вас боятся, вообще встретите с недоумением. Да, жалко, им страшно и больно, но кто задумается о том, что вот эта хуевина, например, вас боится? После первого прохождения ваше видение мира игры не поменяется, и души останутся для вас такими же монстрами, какими были ранее. Авель элементарно звучит, как какой-то псих, а за собой ты не чувствуешь особой вины. Даже наоборот, в плохой концовке аду хочется как-то поддержать, что ли, несмотря на ее нестабильную менталку. Но ладно, это не отменяет того, что игру стоит попробовать пройти на несколько консолок и посмотреть, что будет. Ихрисы, что три. Благо, развязка в них довольно интересна, и состояние ады в каждой отличается. Хотя, на мой взгляд, это довольно большая проблема, которая тесно связана с тем фактом, что игра очень короткая. Если исключить дополнительный контент в виде пользовательских карт и еще одного режима, то можно управиться за 3-4 часа, а то и меньше. Из этого игре не получается рассказать свою же историю. Тут имеется лор, имеется любопытный сюжет. Но в самой игре он представлен как-то чересчур поверхностно и совершенно не раскрывается. Природа туннелей, иные миры, тьма, поглощающая мир, элдрич куб, существует ли смерть в туннелях и кто такие эти души, местные пинкамины в лице такой вот демонической ады, чья роль непонятна, кстати. Друзья ады и вопрос того, как они остались живы, намеки на наличие временной петли, запретная магия, кто такой авиерос так легко заполучил куб, затравка на продолжение и многое другое. А может все происходящее вообще жесткие галлюцинации? Кто знает, игра ведь не просто так называется, так же как психическое расстройство, чего определение зачитала в начале. В общем, я пытаюсь сказать, что хотя игру можно назвать законченной, и она прекрасно играется, о чем я уже говорила, она ощущается беспорядочной. Будто бы она не показала все, что хотела показать. Будто бы, как ни крути, чисто сюжетно она недоделана, и видно лишь какие-то далекие расплывчатые отголоски чего-то проработанного и интересного. В остальном Делириум хорошая игра, в которую явно было вложено много любви и стараний. Она занимательная, поделать есть что даже после прохождения, гибкие настройки, возможность склепать своего персонажа и с ним проходить дополнительный режим. Круто же, дай бог разработчикам здоровья, не знаю. Приятно видеть, что за столько лет игра прошла такой большой путь. Так что, полагаю, будем ожидать продолжения, в которой мы столкнемся с тенью, пожирающей и все вокруг. Или о чем там говорил Авель. Как мы с ней будем разбираться на этот вопрос, надеюсь, нам еще дадут ответить.